Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Мы с вами вступили сейчас на светлый путь празднования Пасхи Христовой. Мы с вами православные христиане. Пасху Христову празднуем не один день, не два дня, а практически целый месяц. И Пасха Христова, этот удивительный праздник, длится у нас на протяжении фактически 40 дней, вплоть до Вознесения Господня. День этот удивительный. По уставу Православной Церкви в первые дни празднования Пасхи на Светлой Седмице и еще за несколько дней до Пасхи на Страстной Седмице по уставу Православной Церкви не совершаются заупокойные богослужения. Так как праздник Пасхи говорит только о радости и никакие печальные вести, какие-то скорбные для нас вести, они в принципе не должны омрачать этого торжества. В Церкви все должно быть на своем месте. Пришло время радоваться, мы радуемся. Пришло время поскорбить, мы скорбим. И вот на десятый день после Пасхи по русскому обычаю, по нашему славянскому обычаю, мы с вами отмечаем день, который называется словом Радоница. День особый. В этот день мы поминаем своих усопших. Когда-то давным-давно этот праздник, существовавший уже на наших землях, носил немного другое название. Его называли когда-то Радуница через букву У. Говорят, что это слово происходит литовского происхождения и означало Рауда, погребальная песнь. То есть, когда предки наши поминали своих усопших по своим языческим традициям, языческим обычаям. Но когда христианство пришло в наши земли, когда наш народ стал православным, праздник этот по большому счету остался. Но единственное, что так как пришло сюда христианство, этот праздник был переосмыслен. И его само название было изменено. И со слова Радуница он стал называться словом Радоница. От слова Радость уже не погребальная песнь, а слово Радость. Дело в том, что в этот день, после того, как мы помолились за своих усопших в храме, мы с вами идем на кладбище к могилкам своих близких, сродников, для того, чтобы и их тоже поздравить с Пасхой Христовой. Им тоже сказать радостную весть, благовестие, сказать о том, что Христос воскресе, похристосоваться с нашими усопшими. Ведь из Священного Писания мы знаем, что Бог является Богом не мертвых, но живых. У Бога нету мертвых, у Бога все живы. И по большому счету для Господа нет разницы. Живой человек, как мы считаем, или он умер. Для Господа все люди живы. Мы знаем с вами, что человеческое естество, оно неуничтожимо. Душа человеческая, она продолжает жить и по смерти. И также мы в этот день, когда провозглашаем нашим усопшим эту пасхальную радостную весть, эти удивительные слова, Христос воскресе, мы, конечно, обращаем свой взор в будущее и вспоминаем в этот день, и напоминаем нашим усопшим о том великом событии, которое когда-то нас ждет в будущем. Мы с вами, христиане, верим и знаем, что вследом за Иисусом Христом восстанем и мы из мертвых. Господь однажды совершит чудо, воскресит тела усопших людей. Души бессмертные вновь соединятся своими телами, и люди предстанут уже перед Божьим судом в своих обновленных телах. Поэтому мы утверждаем это в этот праздник Христосу и с нашими усопшими. Хотелось бы, чтобы мы в этот день не просто пришли на кладбище, не просто посетили могилы, но в первую очередь, конечно, похристосовшись с усопшими, мы также помолились за них. Потому что одна из очень важных добродетелей, которую отмечала всегда православная церковь, является добродетель все-таки молитвы и молитва за наших усопших. И они в этой молитве очень остро нуждаются. Ведь молитва за наших усопших, она очень многое может изменить в их судьбе посмертной, очень многое может помочь. И к тому же, как говорил святитель Афанасий Сахаров, удивительный исповедник православной церкви, живший в 20-м столетии, говорил, что когда умирают наши близкие, у нас, конечно, бывают скорби по нашим близким, мы, конечно, скорбим. Но скорбь, как говорил святитель Афанасий наш, должна быть сродни той скорби, когда мы человека отправляем в какую-то далекую командировку. Человек уезжает далеко. Но однако мы знаем, что однажды эта командировка закончится. Однажды человек вновь вернется, или мы с ним встретимся, и однажды наша разлука прекратится. Поэтому наша скорбь должна быть сродни этой скорби. И он говорил, что очень важно молиться за наших усопших, как мы молимся за них здесь, а они молятся за нас там. И, как он говорил, еще неизвестно, чья молитва сильнее. И когда мы будем друг за друга молиться, усопшие за нас, а мы будем молиться за усопших, то, конечно, и скорбь об этой разлуке, она уже будет протекать совершенно по-иному. И совершенно по-иному будет восприниматься. И мы будем чувствовать реальную близость их к нам. Всех вас поздравляем еще раз с праздником Светлой Пасхи Христовой и с Днем Наступающей Радоницы. Христос Воскресе! Светлой Пасхи Христовой